Добрый вечер, добрый вечер, доброй пятницы! С вами Александр Кульпин на связи, являюсь основателем клуба новых богатых на онлайн-платформе joynetwork.ru И сегодня уже провожу пятый подкаст на тему по дороге к успеху и благополучию. Рад всех приветствовать! Друзья, добро пожаловать на наш пятый подкаст сегодня. И пока ремонтируют дорогу, мы с вами пообщаемся на тему успеха, процветания и благополучия. И если вы пропустили первые четыре шоу, которые сегодня я проводил во время своего путешествия, некого турне по городам Германии, мы говорили как раз про многие вещи, про то, как создать свои цели, про то, как к ним стремиться, сколько реально денег вам нужно для успеха, для процветания, для счастливой жизни. Это на самом деле очень важные вещи, о которых мы сегодня говорили. Если вы что-то пропустили, еще раз повторяюсь, зайдите в мой аккаунт в Перископе и посмотрите все предыдущие пять, вернее, четыре серии. Четыре серии уже было, и буквально через некоторое время они будут все доступны на сайте catch.me, backflash, alexculpin. Также вы можете побывать на моем блоге от системы, от клуба новых богатых, alexculpin.com. И таким образом мы продолжаем, мы продолжаем, и сейчас мы проговорим с вами на очень важную тему, и особенно это важно для тех, кто начинает заниматься бизнесом, это критика и процент вовлечения, критика и процент вовлечения на то, чем вы занимаетесь. Особенно это будет касаться тех людей, кто занимается нетворк-маркетингом, потому что их критикуют на сегодняшний день многие, многие люди, инфобизнесмены, хотя инфобизнесмены практически занимаются тем же самым, что и нетворк-маркетеры, но не понимают этого до конца. Но тем не менее, неважно. Значит, мы сегодня с вами будем говорить о том, как относиться к критике и что делать, каким образом выйти на большой рынок. Каким образом выйти на большой рынок. Друзья мои, критиканы, это, знаете, у некоторых людей иногда даже вот и хлебом не кормить, дай кого-нибудь покритиковать. Но есть конструктивная критика, есть деструктивная критика. И большинство людей даже не критикуют, а просто троллят. Скажи привет, Настя. Настя, скажи привет. Вот я говорю, скажи привет, Настя. Вот. Друзья, давайте как бы сосредоточимся на том, о чем сейчас идет каст. Вот. И существуют различные тролли, существуют различные... Я называю этих людей человек малообразованный. Человек малообразованный. Если вы сократите все это словосочетание, то вы увидите главные буквы ЧМО. ЧМО – это как раз вот человек малообразованный. Они вот ходят на всевозможные онлайн-конференции, презентации, и они начинают проявлять свое эго. Они начинают что-то из себя изобретать. Они начинают смеяться над спикером, они ставят под сомнение все то, что спикер говорит. Иногда заходят такие чмошники, которые начинают грубить, хамить, начинают гнать негатив, начинают писать матершинные слова. Вот. Я называю таких людей чмошники, ну, потому что человек малообразованный, да. То есть, если бы человек нормально образованный был, ну, наверное, он таких вещей бы не делал. Еще это люди неполноценно развитые, да. То есть, если человек полноценно развитый, то есть, ему никому не нужно чего-то доказывать, да. То есть, он понимает, что он живет своей жизнью, у него есть свои цели, у него есть свои хобби, у него есть определенные мечты, к которым он стремится реализовать эти мечты. Вот. А неполноценные люди, они, как говорится, им чего-то постоянно не хватает, вот. И они эту нехватку, значит, отображают на других людей. И критики, как я уже сказал, есть конструктивная, есть деструктивная критика, и есть критики, которые, вот, знаете, выходят какой-нибудь фильм в кинотеатре, и они начинают его критиковать. Вот, там, артисты неправильно сыграли, там, значит, нужно, можно было улучшить, можно было, там, добавить, там, музыку вот такую вот можно было бы добавить, еще что-нибудь. Ну, это вот такая конструктивная более-менее критика. И, вы знаете, обычно критиканы сами ничего не создают, ну, это не, как бы, везде всегда так, но в большинстве случаев критиканы никогда ничего сами самостоятельно не создают. Они просто ходят и критикуют. Да, вот у них такая работа – критиковать. Некоторые из этого создают некий образ жизни и стиль своей жизни, да. Вот они выходят в интернет и начинают кого-нибудь критиковать. Вот ты слова неправильно выговариваешь, вот ты, там, шипишь, у тебя, там, значит, рубашка помятая и так далее. То есть они не слушают, о чем идет речь. Они, вот, выходят именно с целью проявить себя, показать свое эго, значит, пошевелить своим «я» перед другими людьми, чтобы его заметили, чтобы на него обратили внимание. Вот, правильно, слово «кретины», да. Ну, я, как я уже сказал, говорю, что это чмо, да. Человек малообразованный. То есть, другими словами, ребят, смотрите какая штука. Если у вас есть какая-то идея, вы с этой идеей выходите на рынок, на вас, у вас будут, сначала у вас будет проблема с донесением этой концепции, этой идеи, потому что вам все будут говорить, это не работает. Но, если честно признаться, 99% новых идей не работают. То есть, ну, просто не работают, почему? Потому что люди не знают, как правильно их донести до своей целевой аудитории. Вот. Но, все равно, если у вас есть идея, как сказал Джим Рон, если есть у вас действительно качественная идея, и вы эту идею будете додосить точно до большого количества людей, целенаправленно, то найдутся те люди, которые откликнутся на вашу идею. Хорошая новость заключается в том, что вам нужно стремиться пройти все эти этапы становления. И как только вы из своей целевой аудитории получите 18%, 18% людей, которые скажут вашей идеей «да», то вы считаете, что вы сделали рынок, и вас ожидает грандиозный успех. Потому что вот эти 18%, они играют ключевую роль на то, чтобы развить ваш бизнес дальше в масштабе. Потому что из этих 18% появятся те люди, которые будут жить вашей концепцией. У вас появятся ваши фолловеры, или те люди, которые вместе с вами будут развивать эту концепцию. Им это будет нравиться, они будут этим жить, и у вас будет некий клуб любителей вашей бизнес-концепции. Вопрос, куда я еду? Я, друзья мои, сейчас еду в город Дюссельдорф, и по дороге в Дюссельдорф я еще заеду к своему другу, подпольному миллионеру, но это не корейка, вот, и мы с ним пообщаемся на интересные темы. Так вот, друзья мои, как только вы пройдете через все эти критические стадии становления, как только вашу идею поддержит 18% вашей целевой аудитории, считайте, ваш бизнес состоялся, вы сделали. До 18% вашей целевой аудитории вам нужно будет чуть ли не зубами грызть гранит, вам нужно, значит, самого себя поднимать за волосы, проходить через немоверные трудности, через насмешки, через плевки, иногда плевки в спину, вот. Вот, вы столкнетесь с тем, что кто-то из друзей будет вас предавать, кто-то из бизнес-партнеров будет строить вам козни, кто-то будет над вами действительно издеваться, подшучивать, кто-то будет против вас играть на большом рынке. Это такие вот, знаете, игры, невидимые, которые происходят, когда есть некая интересная идея, и она выходит только на рынок. Ну, смотрите, какая штука, значит, были, то есть люди всю жизнь носили штаны, да, особенно мужчины. Потом появился левис, и появились джинсы, да, теперь все носят джинсы, большинство людей носят джинсы. Идея эта долго не приживалась, идея, на самом деле, ну как же, вот все ходят в костюмах, да, особенно персоны, знаете, такой особые персоны, там, вельможи и так далее, а тут кто-то придумал джинсы. Зачем эти джинсы нужны? Вот. Когда компания Apple заявила о том, что выпустить телефон без кнопок, с тачскрином, да, то компания Nokia высмеяла Apple, сказала, вы сумасшедшие люди, кто будет пользоваться вашим телефоном без кнопок, это просто абсурд, эта идея никогда не пройдет и не уживется. В итоге, что произошло? Компания Apple, капитализация которой сейчас зашкаливает, там, 700 миллиардов, может быть, даже уже сейчас больше, а может быть, меньше, вот. А компания Nokia практически ушла с рынка, да, ну, потому что, вот, считала, что эта идея не пройдет. И они смеялись над Apple. Так вот, заключительная мысль, как бы, нашего сегодняшнего каста, друзья, если вы хотите достичь... Пересчет маршрута. Невероятного успеха, то вам придется пройти через вот эти встряски, через насмешки, через... Так, куда мне тут ехать? А, все, вижу. Через плевки в спину. Развернитесь. Но самое главное, помните, когда вас плюют в спину, то вы находитесь впереди этих людей. Помните об этом, и это будет поддерживать вас в трудные моменты. Меня же в трудные моменты поддерживают книги, например, Джима Рона, либо Джека Кенфилда, например, «Правила». Ну, всевозможные другие книги. И это придает усилие, это придает мотивацию, когда все вокруг, казалось бы, рухнуло. Друзья, если вы со мной, если вам нравится то, о чем вы сегодня вместе со мной по пути по дорогам Германии услышали, ставьте лайки. Ну, а мы с вами уже увидимся, скорее всего, завтра. Завтра. И продолжим наше с вами общение. Я благодарю вас за сегодняшний день, за то, что вы были со мной. И желаю вам потрясающей пятницы, а также великолепных, грандиозных выходных. И до скорых встреч в эфире. Успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok